В прошлом выпуске я рассказывала вам об Афинах и об Акрополе. А вот сегодня хочу рассказать вам еще об одном замечательном месте, которое мы увидели в Афинах. Место это необыкновенно важно для любого христианина, а для нашей семьи послужило просто настоящим катализатором всевозможных духовных размышлений, мыслей и оценок. Вообще, конечно, еще раз я убеждаюсь в том, что у иерусалимцев есть какой-то совершенно особенный взгляд на вещи и на этот мир. Началась же эта история с того, что у меня в Афинах посреди ночи пропал муж. Дело обстояло так. Мы прилетели ночным рейсом и доехали до центра Афин, где мы снимали небольшую квартирку где-то примерно в 11 часов ночи. Конечно, все были очень уставшими, и мы затащили чемоданы, уложили спать деток, вышли на балкон, увидели, что да, действительно, вот он Акрополе, Парфенон прямо перед нами. И, конечно же, легли спать. И вот я просыпаюсь в половине третьего ночи и обнаруживаю, что мужа моего, собственно, рядом нет. Я была слишком уставшей, чтобы как-то внятно удивиться. Решила, что вот проснемся, разберемся. И заснула. На утро наш папа Рафаил с восторгом показывал нам фотографии в своем телефоне и рассказывал, где же он побывал. Оказывается, он не мог уснуть в Афинах, ведь буквально в двух шагах от нас находится тот самый Ариопаг, где проповедовал апостол Павел. И вот Рафаил, вооружившись картой в мобильном телефоне, отправился ночью искать Ариопаг. Он его нашел, сделал потрясающие снимки ночных Афин в огнях и утром повел туда нас, как в забравский афинский гид по уже отлично им изученной дороге. Ариопаг – это скалистый холм. Лежит он ниже Акрополя, то есть под Акрополем, но, однако, выше самих Афин, потому что Афины в долине, как я уже вам рассказывала в прошлый раз. И вот дорога к этому Ариопагу – это улица Святого Дионисия. Улица Святого Дионисия названа в честь того самого Дионисия Ариопагита, о котором речь еще у нас с вами пойдет впереди. И вот по ней мы и отправились. Улочка очень симпатичная, здесь множество красивых зданий, какие-то кариатиды, какие-то решетки изумительные совершенно. Прекрасно играют уличные музыканты, что нам было особо приятно. Иди из кадра. Продают всякие милые сувенирчики. Ну, в общем, такая типичная туристическая немножко атмосфера. И главное, отовсюду ты видишь Акрополь над тобой возвышающийся и Парфенон. И вот по дороге, естественно, мы стали рассказывать детям, а куда мы, собственно, идем, и зачем, и что за Ариопаг такой. Ариопаг – это гора бога Ариса. Арис у греков – это бог войны. И вот на эту гору приводили в древности преступников. Собирался там совет старейшин, уважаемых людей города, и решался вопрос, виновен человек или нет, казнить его или миловать. И вот сюда-то и прибыл апостол Павел. Но прибыл он в Афины не просто так, и это целая история на самом деле. Вот давайте немножко вспомним. Апостол Павел отправился по городам нынешней Греции, то есть тогдашней западной части Римской империи, во время своего второго миссионерского путешествия. Все его первое путешествие было посвящено странам и городам Азии. И вот впервые Павел решается переступить вот эту как бы черту и идти с проповедью к западным народам. Апостол Павел был человек очень высокообразованный, и, конечно, в школе раввина Гамлиила не только Ветхий Завет он изучал, и, конечно, знал он и читал древнегреческих философов, был знаком с их мифологией, культурой, но сам никогда не бывал и не общался напрямую с этими людьми. Поэтому попытка эта и поход этот Павла был большим, скажем так, дерзновением, смелостью со стороны нашего апостола великого. И вот Павел проповедовал в разных городах, прежде Афин, в том числе в Фессалониках, где он основал церковь, как мы с вами знаем. Там возник скандал из-за того, что Чернь, простой народ, возмутились проповедью Павла, привлекли к этому делу властей. Павел вынужден был бежать из Фессалоников. И вот в Афин он попадает, в общем-то, случайно, ну, скажем так, по промыслу Божию, понятно, но заранее не запланировано. Вроде бы как переждать время, пока улягутся эти страсти в Фессалониках, он сможет туда вернуться. И вот в Афинах, что увидел Павел, прибыв туда, вот в Пире, в этот порт морской, прежде всего он увидел впервые в своей жизни центр мировой учености, культуры и философии. Павел прежде в таких городах не бывал. Афины славились именно своими мудрецами и философами. Ну, конечно, это был еще и очень красивый город с множеством величественных зданий, храмов. Но главная ценность Афин и их отличительная черта этого города была ученость и любовь афинян к наукам и культуре. И вот Павел идет по Афинам. Что же он видит? Огромное количество идолов, алтарей, где курится ладан. И, конечно, Павел прежде всего ищет своих, то есть он ищет синагоги. Не знаю, задумывались ли вы, но ведь апостол Павел до Афин проповедует только своим. Да, он путешествует по языческим, казалось бы, городам за пределами Израиля, за пределами земли обетованной. Но в то время там жили евреи, были еврейские общины там, довольно большие. И вот им-то проповедует Павел. Из них составляются вот эти первые церкви в городах, куда он пребывает, и проповедь его была очень успешной. Однако здесь, в Афинах, впервые предстоит столкнуться евангельской философией и философией языческой. То есть впервые он будет говорить с эллинами. И надо вам сказать, что, наверное, даже сам апостол Павел не предполагал и не ожидал, какой будет эта проповедь и какие плоды она принесет. Начинается же с того, что Павел, проповедуя в синагогах Афин, потихоньку выходит также с проповедью на рыночную площадь. О, рыночная площадь Афин. Эта картина, конечно, удивительная. Представьте себе огромную площадь, запруженную людьми. Ну, кто-то покупает, продает, но большая часть людей разговаривает. В Афинах существовало несколько философских школ. И вот представители этих школ беседовали, спорили между собой, проповедовали. И надо сказать, что вообще любимым занятием афинского народа было послушать что-нибудь новое. Один известный политик и тоже оратор даже пошутил, что на гербе города Афины должен быть изображен длинный язык. И вот с этими языкастыми философами Павлу и предстояло иметь дело. Павел начинает подходить к людям, заводить разговоры. Простой народ с большим интересом стал слушать, что за новое такое учение проповедует этот человек. Философы же поначалу отнеслись к нему тоже с неким таким горделивым, снисходительным любопытством. Но потом, поняв, что учение его основано на совершенно иной системе диалектической, нежели чем их учение, они затаили злобу, особенно в виде, как простой народ интересуется учением Павла, потому что не было в нем сложных философских выкладок и рассуждений. Здесь нужно немного объяснить вам, чем занимались, собственно, древнегреческие философы. В Грете существовало несколько философских течений. Возьмем самые известные из них, это, например, киники. Киники от слова кинос, собака, древнегреческое слово, они считали, что жить надо с природой. Вот чем естественнее, тем оно лучше. Не нужно стесняться своих никаких потребностей, нужно всячески избавиться от условностей, искусственности всего, что мы считаем культурой и цивилизацией. И вот представителем, кстати, киников был великий мудрец Диоген, который в Афинах с фонарем ходил средь бела дня. Помните, говорил, ищу человека. Он же сидел в бочке, и когда подошел к нему Александр Македонский, Диоген грелся на солнышке, Александр представился, я великий Александр. Диоген сказал, а я собака Диоген. Александр это потрясло, и он сказал, проси у меня чего ты хочешь. Диоген посмотрел на Александра, посмотрел на солнце и сказал, отойди, пожалуйста, ты закрываешь мне солнце. Такие мудрецы жили в Греции. И вот это учение киников таким образом призывало отвергнуть все земные условности и жить с природой. И это обеспечивало, по их понятиям, человеку полное счастье на этой земле. Эпикурейцы проповедовали так. Не бойся смерти, не бойся богов, благо легко достижимо, зло легко переносимо. Нужно брать от жизни все, что можно взять сейчас. Ешь, пей, веселись, потому что завтра ты умрешь. И дальше ничего нет, соответственно, нужно наслаждаться, пока есть возможность. Ну, такое ощущение, что, наверное, добрая половина мира сегодня, если не больше, живет, наверное, по законам и по курейцев. Дальше были, конечно, стойки. Удивительные стойки, которые во многом были гораздо ближе и в вере в Бога единого. И, кстати, христианство. Недаром ранние первые христиане любили очень идеи стойков и даже частично пользовались ими, так скажем, для устройства своей повседневной жизни. Стоики верили, что мир сотворен единым Богом. Притом называли его Логос, так же, как и мы с вами называем. И вот они говорили, что счастье человека лежит в том, чтобы полностью подчинить себя воле Божией. Ни в чем не сопротивляться, не противиться, мужественно, стойко переносить все удары судьбы, за все благодарить. И вот тогда такой вот невозмутимый мудрец проживет счастливо свою жизнь. АПОСТОЛ ПАВЕЛ Павел, разговаривая с этими философами, предлагает им совершенно другое учение, непонятное. И для того, чтобы лучше вникнуть в то, что он говорит, или, может быть, посмеяться над ним, философы приглашают Павла на Ариапаг. Не в качестве подсудимого, конечно, а в качестве просто оратора, который предлагает что-то кардинально новое. АПОСТОЛ ПАВЕЛ